Вот такая вот у нас была погода несколько дней тому назад, в тот день, когда я вам снимала видео про то, что бабушка должна передать из деревни мне подарки. Брат мне их привез, мы решили их оставить дома, поехать куда-то прогуляться, поесть пиццу, купить самое необходимое, там нужно было для школы, и начали перебирать подарки. Всем привет, друзья! Скучали за мной? Пишите. Немножечко снова вышла к вам на связь, чтобы рассказать свои новости. Дело в том, что сегодня мне стало ночью еще хуже, мой кашель просто не давал мне спать, и получается сегодня у нас что, суббота? Получается, вот как раз сегодня ночью я с часа до 4 или до полпятого не спала, у меня был сухой кашель, я не могла откашивать, у меня даже вот здесь, в этом месте, в области груди, очень все болело, прям же жгло, наверное, от кашля. Представьте, сколько я кашела. Потом в часа 2 ночи я уже не выдержала, начала искать лекарства, нашла лазалван какой-то детский, выпила его, немного боялась, потому что там после открытия он действует 6 месяцев, а я не помню, когда мы его пили, ну, вроде, ну, в пределах, но не помню конкретно когда. Все-таки выпила, рискнула, слава богу, жива-здорова, как видите, видео записываю. В общем, днем еще более-менее, вот день прошел в субботу, были моменты, когда мне хотелось очень кашлять, но я откашляла леденцами, там, как бы спасла себя, все было нормально. Вот сейчас будет уже скоро ночь, и я опять боюсь, что не буду спать, кашель не будет давать, но я купила сегодня вот такой вот другой лазалван, не стала уже рисковать и пить его, ну, тот лазалван, который я пила, ночью не стала рисковать. Короче, купила новый, но он такой и для ингаляции, и для того, чтобы пить вовнутрь принимать. Я как-то была в АТБ, у нас в супермаркете купила по дешевке ингалятор, и еще никогда его не использовала. И вот как раз настал вот момент, наверное, когда его пора использовать, но единственное, что у меня нет физраствора, наверное, сейчас побегу в аптеку, она у меня в моем доме, просто на первом этаже, да, куплю. И не знаю, возможно, уже сегодня нельзя, наверное, сделать завтра утром, и надеюсь, мне наконец-то станет лучше, потому что сегодня вот суббота, и все это началось в прошлую субботу, и очень сильно затянулось. Вот, такие вот новости насчет здоровья, как слышите, у меня еще есть кашель, вот, и смотрите, в чем я сижу, несложно догадаться, что у меня перестал работать котел. И еще, кто смотрит мои видео всегда и до конца знает, что мне бабушка с деревни должна была передать гостинцы, нет, не сладкие, всякое приданное. И да, есть много чего интересного, спасибо бабушке, конечно, много чего из этого я выкинула на мусорку, спасибо, что ко мне пришел брат и мне помог, потому что там было очень много пакетов ненужных вещей, штук, посуды, и, ну, я не могу это у себя ставить, просто, ну, вот, реально мусор, который будет копиться у меня, и квартира превратится в хлам. Поэтому мы с братом перебрали все пакеты, их было большое количество, и это еще не все, как я поняла со слов бабушки, вот, она позвонила мне на следующий день и говорит, вы там, наверное, меня вспоминаете, ругаете, что я сколько вещей вам передала. Говорю, да нет, все нормально, бабушка, она там начала рассказывать столько всего, а у меня уже и тех вещей уже нет, мы уже их сплавили на мусорку. Короче, давайте я вам покажу, что же она мне передала. Ну, я думаю, все поняли, что это никакие не подарки, а просто передачка с деревни от бабушки. Я думала, она там что-то реально, там что-то приготовила, ну, знаете, как бабушки обычно там. Но это, конечно, еще не все, она сказала, что это еще не все пакеты, так что можно ожидать всего, что угодно. Она передала мне много детских вещей, это вещи моего сына, когда он еще был маленьким, я не знаю, зачем она все это хранила, 8 лет почти, могла бы же давно кому-то отдать. Как видите, много разных коробок, много пакетов, мешков, вот, как видите, много посуды. Зачем она мне нужна? Поэтому мы все собрали, все, что не нужно, и брат помог отнести, поставить возле мусорки. Смотрите, что она мне передала. Помните, я рассказывала, что я работала, или, возможно, я не рассказывала, я работала кассиром в 2012 году. У нас открывался супермаркет Варус, и я была кассиром. И вы можете себе представить, бабушка сохранила мою форму, смотрите, робу супермаркета Варус, в котором я перестала работать в 2012 году. Я всего лишь поработала 3 месяца и ушла с работы. И вот этот вот бейджик, у меня еще со старой фамилией, кассир торгового зала. И, представляете, он висел 9 лет на этом месте, его никто не снимал. Она не стиралась, как видите, она уже затягана. Здесь всегда у меня была ручка, все время надо было что-то писать. Она грязная еще. Прикиньте, 9 лет она лежала. В общем, наверное, как я ее сложила когда-то, так она и лежала. И, видите, я еще и натянула ее, значит, то не сильно-то я и набрала вес. Вот, представляете, мне кассиром. Такие воспоминания сразу нахлынули. Прикольно. Я уже даже забыла, даже не знала, что роба сохранилась. Вот она мне еще передала кучу книг, моих блокнотов, которые, смотрите, еще. Сейчас вам покажу. С 13-14 года. Я вам покажу, что здесь, я еще сама не все смотрела. Ой, книги у меня какие. Короче, много альбом с фотками. Сейчас вам все подденько расскажу. И вот еще прикол. Сейчас покажу вам поближе. Смотрите, какой раритет у меня есть. Салфетки марлевые, стерильные. 10 штук с 1977 года. Вы можете себе представить? По ГОСТу 32 копейки стоили. Бинт марлевый медицинский. Смотрите, 82-й год. Ё-моё. Может быть, можно куда-то продать? Это по большим деньгам. Марлевый бинт. Это бинт медицинский. Боже. 84-й год. Вата. Смотрите. Сколько она там изготовлена? В 78-й год нестерильная. Боже. Это сколько лет? 78. Это 22. И 21. 43 года. Ватя. Серьезно. Жесть. Бандаж. Боже. Вы можете себе представить? Смотрите. Даже написано. Made in USSR. Ёлы-палы. Смотрите. Ещё что? Салфетки тоже какие-то. Разорвите оболочку. 20 штук. 12 копеек солит. Вот год немного. 74-й, наверное. Да, 74-й год. Представьте. Кто родился в этом году? Вот ваш возраст. Бинты у меня есть. А ещё кое-что интересное. Сейчас вообще. Офигеете, что бабушка дала. Вы только посмотрите на это. Что я нашла в вещах и в книжках? Посмотрите. Мне нормально. Бабушка прикольнулась, конечно, ещё. Старорусская. Крым. Ну, я не знаю. Это просто бутылка, а там налита. Наверное, дедушка, наверное, гнал водку. Даже если просто бутылка сохранилась. Представьте. Сколько дата выдачи? 97-й год. Ё-моё. Просто капец. Капец, да? Я, конечно, когда увидела, я просто была в шоке. Бабушка, если б ты видела это видео, я б тебе сказала. Капец. Ну, просто водку передать. Зачем? Меня, кстати, брат хотел её забрать. Я говорю, нет. Пусть муж попробует. Кстати, был такой ещё прикол с мужем. Как раз про водку и про соленья. Короче, пошёл в магазин у себя, где он живёт. Купил огурцы. Знаете, ну, солёные, просто обычные закрытые огурцы. И там было написано, ну, знаете, как у нас в русском народе, да, русский народ говорит, там огурцы под водочку, там селёдочка, там под что-то, там ещё, ну, короче, такого рода, да. Короче, покупает он эти огурцы, а там написано огурцы под водочку. И он же не знает, что это значит. Он переводит на английский язык. И он подумал, что, как он мне потом сказал, он подумал, что это значит, что огурцы в сиропе из водки. Представьте. Поэтому он их покупает. Потому что раньше он покупал, он называет это соленья. Но они были не такие. А тут он прочитал, что это огурцы, как в сиропе с водки. И он решил это купить. Что вы думаете? Я, когда узнала про это, я очень долго ржала. Я не знаю, разве он не что по вкусу было бы. Слышно же, наверное, что они не в водке, а обычные солёные огурцы. Короче, я ему как сказала, что это значит, говорю, что это просто в русском народе такая типа фраза есть, что там огурцы под водку, там рыбка под пивко. И только тогда он подумал. Ну, в смысле, тогда он уже понял. А так подумал, что реально в сиропе с огурцами. Огурцы в водке. Это капец просто. Я ржала долго. Кстати, среди всего этого я нашла некоторые фотографии, как я выглядела даже года три назад, наверное, или четыре, как я переехала в Харьков. Мы с сыном фоткались в фотобудке в кинотеатре. И даже нашла фотографию, когда мне было лет восемнадцать, и я тогда собирала пакет документов, чтобы начать работать вот в этом супермаркете в Варусе. И сейчас я вам покажу, интересно ли вам это увидеть. Смотрите дальше. Нашла альбом. Вот такое вот было. Это когда сыну где-то до года. Соответственно, где-то лет семь назад. Вот такая я была. Вот, это вообще до рождения сына. А, нет, это во время беременности здесь. Ну, начальный срок, еще даже животика нет. Меня, конечно, накрасили, как куклу Барби. Я вообще неестественна. Мне вообще такой не идет. Вот, и вообще, ну, короче, капец. Это когда сыну было несколько месяцев. И это первая фотка из Харькова. Такая была вот блондинка. Девочка, девочка здесь у меня сорок пять. То есть здесь я сорок пять килограмм. Вообще худая-худая. Кстати, знаете, сам факт. Я эту футболку покупала, наверное, лет десять назад. Прикиньте. И она до сих пор у меня есть. И буквально несколько дней тому назад я выкинула ее в мусорку. Вернее, ну, отдала возле мусорки и поставила мешок. Вот, мы с сыном. Смотрите, два ребенка. Вот такие длинные волосы у меня были. Я тогда вообще не умела краситься. Или сейчас не умею тогда вообще. Совсем другой была. Это уже сыну где-то здесь три года ему где-то было. Соответственно, где-то это и четыре года назад так выглядело. Это сыну где-то годик был. Я к брату приходила в школу. Так. Тоже где-то до годика сыну было. Такое вот было. Худышка-худышка. Сыночек красотон. Вот, это с той же серии, что и первая фотка. У меня был профессиональный такой фотик. А это в Харькове мы когда, тогда самый-самый первый раз приехали. Такая была вообще худая-худая. Ну, а на сегодня все. Мне было приятно вам рассказать и показать кусочек меня в прошлом. И в следующем видео я хочу записать про свои блокноты старые. Кто видел ранее видео, они с 2013 года. В них, конечно, много подписанного, подчерканного. Но в них есть чуточку меня, чуточку моего прошлого. Там и про отношения, и про мои попытки заработка в интернете. Я занималась инвестициями. И кому это интересна тема, кто хочет узнать меня поближе, какой я была раньше. Не потеряйте мой канал, кто еще не подписан. Обязательно подпишитесь. И до скорых встреч. Поддержите меня своей активностью. И чтобы я наконец-то выздоровела и вернулась к вам в полный режим. Заряженная полно энергии. И радовала вас моей улыбкой. Пока.